Сделать спорт доступным по всему краю, как решить этот вопрос, сегодня обсуждали на заседании Координационного совета в Законодательном собрании края. На сегодня существуют стандарты спортивной подготовки, согласно ним в регионе возводятся соответствующие объекты. Стоимость у них разная, так, например, площадка во дворе может обойтись в пару миллионов, а, например, строительство целого физкультурно-оздоровительного комплекса – это работа порой на сотни миллионов. Как эффективно расходовать средства обсуждали представители муниципальных образований, министр спорта, депутаты, руководители спортивных учреждений. На встрече, которая прошла в онлайн-режиме, приняли участие более сотни человек. По итогам предложено было увеличить финансирование физкультурно-спортивных организаций края, а также больше выделять денег территориям на устройства тентовых спортивных сооружений. Это нужно для развития массовой физкультуры. Денег выделяется по разным статьям. Есть поддержка и развитие спортивных залов, есть строительство плоскостных сооружений, есть строительство площадок ГТО, есть также строительство ФОКов – физкультурно-оздоровительных комплексов. Поэтому суммы в конечном итоге выливаются немалые. Главное, чтобы они реализовались именно в интерес жителей. Если есть площадка ГТО, я обязательно на округе, на моем посещу Балайский сельский совет, где мирового класса построена площадка для сдачи ГТО. 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 ГКБ.